Домашний зоопарк Хобби Василия 5 лет, а в коллекции парня уже более 100 видов пауков. Самих же пауков намного больше, примерно 500, ведь большинство из них прекрасно размножается. А началось все с детского увлечения просто наблюдать за пауками в природе, на огороде или заброшенном стадионе. Тогда ребята могли часами караулить пауков у норок в надежде рассмотреть поближе. А в 2015-м у Василия появился свой первый паук – паук-птицеед. И понеслось. Коллекция стремительно разрасталась, а Василий с каждым днем все больше понимал – с пауками для него все просто. Самое главное – это влажность и температура. Разным видам нужна разная влажность. В среднем, если округлить, то температура плюс-минус нужна одинаковая. В районе 24 до 28 градусов. Влажность в зависимости от вида. Есть виды сухие, есть виды более влажные, тропические. Ну там от 40% и чуть ли не до 100% влажности в сезон дождей у некоторых видов. По словам арахнокипера, пауки – идеальные домашние питомцы. Учитывая то, что кормить взрослых особей нужно один раз в неделю, две или даже месяц, их запросто можно оставлять на продолжительное время без присмотра. Взрослые особи к кормлению вообще особо неприхотливы. В принципе, некоторые виды могут даже и по году не есть, по полгода. Мой личный рекорд, сколько у меня максимально самка не ела – это около 7 месяцев. Ей еду предлагаешь, она, ну, ее, скажем так, пощупает лапками и отталкивает. То есть она ее не берет, не ест. Единственный минус, шутит Василий, пауки не приручаются и человека как друга не воспринимают. Человек всегда угроза. А поскольку в коллекции парня есть и особо ядовитые пауки, о мерах предосторожности забывать не стоит. Любимые мои пауки – это пауки рода Хаплопельма. Это азиатские норные пауки. Они очень агрессивные, очень токсичные. Любые манипуляции с ними только с пинцетом, желательно с длинным. То есть аккуратность и контактировать, в общем, с ними руками поменьше. Они в любой момент могут очень резко среагировать, стать в защитную стойку, укусить, либо же убежать. Родители первое время побаивались такого опасного соседства. Некоторые друзья испытывали шок, но потом, благодаря необычным питомцам Василия, даже избавились от давней фобии. Так интерес победил страх, ведь пауки удивительны и наблюдать за ними – истинное удовольствие.